всем здравствуйте вы на канале вязаные истории меня зовут юлия и это видео третья часть по вязанию клоуна в первых двух частях можно связали с вами туловище связали голову и сейчас нам остается только полностью его оформить связать носик шляпку и штанишки давайте приступим к оформлению головы первым делом свяжем ему носик носик у меня красного цвета если вдруг вы не видели первую вторую часть ссылочку на них я оставлю под этим видео так начинаем вязать носик делаем кольцо амигуруми и в это кольцо мы набираем 6 столбиков без накида 1 столбик 2 3 4 5 и 6 кольцо затягиваем можно поставить маркер вяжем следующий второй ряд нам нужно с вами провязать 6 прибавок вяжем первый столбик в эту же петлю вяжем второй столбик получилась первая прибавка следующую петлю вяжем первый столбик в эту же второй вторая прибавка всего нам нужно их 6 провяжите еще четыре прибавки в конце ряда получится 12 столбиков провязали следующий ряд вяжем 3 провязываем 1 столбик без накида следующую петлю провязываем прибавку и также повторяем еще 5 раз 1 столбик прибавка в конце ряда вы должно получиться 18 столбиков следующий четвертый и пятый ряд провяжите по 18 столбиков без накида в ряду всего получается 2 ряда 6 ряд мы провязываем 1 столбик без накида и далее вяжем убавку и также повторяем еще пять раз до конца ряда 1 столбик убавка получается у нас после 12 столбиков провязали и теперь вяжем последний седьмой ряд провязываем 1 столбик 2 и убавка еще два раза вяжем также 2 столбика убавка в итоге у нас с вами получается 9 столбиков без накида довязали ряд далее в следующую петлю мы провязываем соединительный столбик воздушную петлю ниточку вытягиваем подлиннее и обрезаем подлиннее потому что мы сейчас будем этой же ниточкой пришивать носик голове такая деталька у нас получилось теперь носик набиваем плотненько чтобы он был кругленькой ровненькой формы и будем пришивать пришиваем носик я вот так фиксирую его иголкой чтобы он никуда не убежал пришиваем посередине между глазками и начало носика где у меня она будет пришиваться она идет вот в этом ряду получается на одном ряду где заканчивались глазки там же я начинаю пришивать носик пришивая его просто стежками захватывая стежок на голове и далее захватываю стежок носик пришиваем носик если нужно еще добавьте наполнителя по мере пришивания всем будет казаться пустым добавляйте чтобы прям плотненький кругленький носик носик пришили и теперь начинаем делать ротик я опускаюсь вниз 1 2 3 4 5 6 рядов от глаза и примерно высчитываю между глазами расстояние 8 столбиков вот на расстояние 8 столбиков у меня располагается улыбочка клоуна дальше вывела иголочку на первую точку далее отступаем вниз два ряда и примерно 2-3 столбика в бок вот так теперь получается захватываем сюда и выводим вверх также на 2-3 столбика а на 2 ряда вверх в бок 2 или 3 столбика вот такая у нас получается улыбочка и теперь вот эту часть я обхватываю ниточкой прям побольше побольше я ее наматываю чтобы сформировать большой язычок я думаю если вы посмотрите за моими движениями то вам будет понятно что я делаю вот так теперь по краешкам мы сделаем такие небольшие улыбочки знаете покажу на этом клоуне вот такие вот чешочки мы делаем все улыбочка готова теперь давайте возьмем пряжу цветом лицам и сделаем небольшую утяжку глаз так ниточку в теле вводим иглу внутри головы выводим на сбоку первого глаза ниточкой обхватываем сверху и вводим иглу с другой стороны глаза примерно посередине это делал но самое главное чтобы ниточка у нас оставалась сверху это нам убежала туда во внутрь глаза но все равно осталось сверху так утяжка будет симпатичнее снова вводим иглу где-нибудь внизу отверстие головы чуть подальше и выводим иглу со стороны другого глаза также мы его обхватываем сверху и вводим иглу в итоге с другой стороны вводим в отверстие головы оставляем ниточку сверху глаза и подтягиваем ниточка должна у нас уйти под глаз все теперь два хвостика мы подтягиваем так у нас получается утяжка смотрите чтоб глазки были утянуты одинаково завязываем теперь оставшиеся хвостики на несколько узелочков и можно эти ниточки чуть обрезать и спрятать в наполнителе все утяжка готова теперь нам нужно с вами вот так все смотрится теперь нам нужно с вами сделать ему бровки и на глазках вот такие даже не знаю как их назвать на типы и будут это реснички для этого мы берем черную ниточку у меня это витококо по моему или пеликан берем подлиннее потому что нам много нужно будет вышивать так оставляем хвост вводим иголочку в отверстие головы хвостик оставляем небольшой потом завяжем их и спрячем и давайте теперь вышлем эти реснички примерно на серединке как раз где у нас глаз выводим иголочку отступая два столбика вот эти все ресничками не занимает по два столбика и переходим теперь в бок верхнюю часть получается глаза также два столбика теперь уходим в эту сторону и вниз так и теперь нам нужно с вами сразу вышить бровку бровка у меня располагается на три ряда выше сейчас пробуем найти это место 123 нижняя часть получается на 2 ряда выше нижняя часть бровки а верхняя идет у нас на 4 получается вот здесь где-то ну вот смотрите от глаза получается раз-два-три-четыре ряда это самая верхняя точка брови а нижняя на два ряда ниже точно так же оформляем второй глаз и потом ниточки у нас вот здесь в отверстие прячем завязываем на узелочек и прячем голове в наполнителе оформили полностью голову теперь нам нужно пришить голову кто вещи количество петель на шее и на голове совпадает поэтому будем пришивать стежочек туловище стежочек головы для того чтобы голова не крутилась и никуда не убежала во время пришивания можно зафиксировать ее спицами здесь у нас сверху будет волосы поэтому можно не переживать что останется от спицы дырочка так располагаем правильно как чтобы все смотрела ровненько и просто втыкаем чуть-чуть наискос одну спицу и с другой стороны так же немножко наискос такая вторую спицу так и начинаем пришивать пришиваем стежками давайте покажу вам немножко начала как я буду пришивать а дальше уже я думаю сможете сами там все понятно так начинаю я обычно сзади чтобы не видно было перехода так берем стежок делаем нам шеи я получается захватаю не вот новую захватываю . не вот так стежок а поперек вот так столбик захватываю и теперь также следующий столбик я захватываю на голове точно также обхватывая его поперек прошиваю следующий снова я захватываю точно также на шее следующий столбик подтягивайте потом я сейчас просто чтобы вам было видно не подтягиваю дальше снова захватываем на голове и точно также прошиваете каждый каждую петель у каждый столбик потом подтягиваем по мере закрытия петель добавляйте в голову и в шею наполнитель прям очень-очень плотно чтобы голова у вас потом не болталась голову пришили и теперь давайте я вам расскажу и покажу как мы сделаем им волосы как я уже говорила я использовал пряжу травка и это просто вытянутые петли для начала нужно обозначить контур где будет проходить первый ряд волос вот я уже здесь обозначил получается над бровками отсчитываем два ряда вверх и ставим булавочку дальше у нас идет так полукругом здесь от глаз до булавочки у меня восемь столбиков и дальше опять таки мы будем делать и чуть-чуть уходить в сторону здесь внизу можно не доходить до прям самого низа а можно где-то по вот этому уровню сделать сами посмотрите как вам будет больше нравится теперь сначала я сделаю первый ряд волос дальше уже тоже смотрите на свое усмотрение сколько будет расстояние между первым и вторым рядом у у меня вот здесь расстояние те как сложно до него добраться около вот здесь посмотрим смотрите очень такое приличное расстояние я оставляла между рядами получается раз два три четыре ряда головы между рядами волос и их совершенно не видно ведь его на такая густая густая травка что ее даже нет смысла слишком часто делать поэтому четыре пять рядов между волосами мне кажется как раз будет смотреться хорошо и не будет вот этих заметно частей то есть чтобы ее увидеть надо прям целенаправленно расправлять всю эту густую шевелер в общем мы делаем первый ряд основной который у нас очертания получается личико а дальше уже вы на свое усмотрение заполняете вот эту макушку смотрите сколько рядов вы оставите между волосиками теперь показываю как мы делаем первый ряд идем по кругу я начинаю с этой стороны перехожу на эту потом по затылку и возвращаясь к первой точке где-то можно вот здесь ее примерно сделать чтобы было потом удобно к ней вернуться так захватываем обхватываем столбик берем ниточку и протягиваем через этот столбик этот хвостик нам нужно будет потом спрятать сейчас провязываем воздушную петлю и сразу же ее вытягиваем на длину которую вы хотите вот мне вот этой длины достаточно и отпускаем петельку дальше следующую петлю также обхватываем захватываем ниточку так будем крючок под петельку захватываем ниточку нашу притягиваем воздушную петлю провязали этот хвостик оставляем мы его потом спрячем но вы его спрячете потом просто в голове далее захватываем следующий столбик ниточку вытягиваем две петли у нас на крючке провязываем столбик без накида вот у нас получилась одна петля на крючке и теперь мы ее вытягиваем вытягиваем до нужной нам длины вот такой мне достаточно для паричка они еще потом немножко то подкручиваются все оставляем эту петельку дальше в следующую петлю также захватываем ее и вытягиваем ниточку получилось вот у нас одна петля на крючке нить захватываем заново и вытягиваем теперь еще петельку то есть начальному провязали чтобы закрепить эти все теперь просто будем вытягивать все петлю оставляем эту длинную наш переходим к следующим к следующему столбику получается идем вверх также ниточку захватываем тяжело это делать травкой потому что не цепляется все вытянули так наполнитель потом тоже можно убрать обратно так вытянули захватом ниточку провязан как бы воздушную петлю но опять ее вытягиваем и оставляем переходим к следующему топику так каждый столбик по кругу мы вывязываем очень удобно показывать травками надеюсь принципам понять так вытягиваем петельку одну провязываем воздушную и из воздушной мы формируем уже такой длинную петельку все оставляем ее следующую петлю снова вводим крючок захватываем ниточку и также вытягиваем ну например так 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 Продолжение следует... 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 присоединились и теперь в начале каждого ряда мы будем провязывать с вами 2 воздушные петли 1 и 2 давайте будем их считать за столбик это у нас получился первый столбик и еще нам нужно провязать с вами 29 столбиков с накидом по кругу то есть всего должно получиться 30 провязываем 2 3 дальше вяжем 29 столбик с накидом и 30 теперь теперь смотрите у нас была первая петля воздушная начале мы делали 2 и вот здесь 3 мы присоединяемся во вторую петлю далее провязываем 2 воздушные петли и дальше мы вяжем с вами второй ряд нам нужно провязать 1 столбик с накидом получается их уже 2 в следующую петлю мы провязываем 2 столбика с накидом то есть прибавку снова вяжем столбик с накидом 1 2 здесь у нас тоже начале было два столбика и прибавка и теперь вяжем прибавку и так повторяем до конца ряда 2 столбика прибавка в итоге количество петель у нас будет 40 1 столбик с накидом 2 столбик и прибавка довязали до конца последним столбиком у нас должна получиться прибавка далее присоединяемся снова смотрим здесь у нас по 1 воздушная петля и 2 мы присоединяемся во вторую петлю так делаем в конце каждого ряда 2 воздушные петли и начинаем следующий ряд получается с 3 по 6 3 4 5 6 у нас получается 4 ряда мы провязываем по 40 столбиков с накидом в одном ряду всего 4 ряда провяжите получится у вас вот такая деталь довязали вторую штанинку набрали две воздушные петли и теперь мы будем их между собой соединять но соединять будем так что мы здесь оставим 7 столбиков не провязаны на одной штанины и на 2 мы точно так же оставим 7 столбиков для начала вяжем получается 33 столбика с накидом на первое штанины которые две воздушные петли тоже считаем за столбик у нас уже получается есть 2 3 столбик снаю 33 столбик и теперь у нас с вами остается воде 7 столбиков не провязаны их так я оставляем делаем накид и присоединяемся ко второй ножки сразу же столбиком с накидом вот так присоединились теперь на этой ножке мы также провязать 4 33 столбик все здесь у нас также остается 7 столбиков не провязанными оставляем их и присоединяемся к первому столбику который из двух воздушных петель на первой ножке присоединяемся ко второй петле воздушной соединительным провязываем 2 воздушные петли и теперь смотрите что у нас получилось это внутренняя часть штанишек мы ее потом просто сошьем иголочкой теперь продолжаем вязать уже по кругу это у нас с получилось 7 ряд 66 столбиков с накидом далее мы вяжем 8 ряд вяжем первый столбик точнее 1 у нас уже идет из двух воздушных петель это уже второй столбик третий четвертый пятый пятый шестой седьмой восьмой и девятый столбик далее провязываем убавку убавку я делаю сначала захватываю первую провязываю и оставляю две петли на крючке снова накид вытягиваю провязываю первые две на крючке три петли провязываю их вместе так я делаю бабочку мы провязали 9 столбиков убавка на один раз еще пять раз провяжите точно также до конца ряда в конце ряда присоединяемся к второй воздушной петли провязали далее присоединились ко второй воздушной петли провязываем 2 воздушные петли и следующий ряд 9 провяжите 60 столбиков с накидом провязали вяжем следующий ряд 2 воздушные петли это первый столбик дальше вяжем второй столбик с накидом 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 и провязываем убавку это мы провязали один раз еще шесть раз провяжите 8 столбиков убавка в итоге у нас с вами должно получиться 54 столбика провязали ряд делаем 2 воздушные петли и следующий ряд у нас 11 провяжите 54 столбика с накидом провязали следующий ряд 12 2 воздушные петли это первый столбик далее вяжем второй столбик с накидом второй столбик с накидом 3 4 5 6 7 столбик и провязываем убавку провязали первый раз 7 столбиков убавка еще пять раз провяжите точно так же в итоге должно получиться 48 столбиков провязали и остается у нас последний 13 ряд нам нужно с вами провязать так 2 воздушные петли это первый столбик дальше вяжем второй столбик 3 4 5 6 столбик и провязываем убавку точно так же вяжем еще пять раз и в итоге у нас получается с вами 42 столбика довязали ряд до конца теперь присоединились воздушные петли мы не провязываем вот так у нас получились штанишки воздушные петли не провязываем разворачиваем вязание получается изнаночной стороной к нам и и начинаем делать обвязку набираем 2 воздушные петли обязательно разверните и теперь обвязку мы делаем за получается от нас за заднюю стеночку петель получается за лицевую вот изнаночная сторона осталась у нас у петельки изнаночные мы их не провязываем провязываем только за вот эти лицевые делаем накид и в одну полу петельку мы провязываем 3 столбика с накидом обвязки получается всего один ряд там где у нас были две воздушные петли мы только два столбика провязываем а в остальные по 3 вот смотрите у нас петля делится на то что ближе к нам полу петельку и ту что от нас вот мы провязываем за 2 по 3 столбика с накидом в одну петлю и так делаем всю обвязку довязали ряд обвязки дальше присоединяемся к первому столбику который был у нас из воздушных петель присоединяемся с помощью соединительного столбика воздушная петля и ниточку обрезаем чуть подлиннее чтобы было удобно и и спрятать все держите так еще низ штанишек это отверстие мы просто сшиваем и той же самой нитью выворачиваем наизнанку складываем вот так пополам и просто петельку петельки сшиваем я думаю в этом нет ничего сложного поэтому показывать это подробно не буду все ниточки все прячем и не штанишек обязываем после будем вязать лямочки комбинезончик обвязали вот так получаются ножки вверх и теперь вяжем лямочки я вот одно уже связала они сзади у нас крест-накрест учитывайте это когда будете примерять одевайте шортики штанишки на клоуна и только потом уже смотрите сколько вам нужно длина набираем 38 воздушных петель и примеряем если вас устраивает эта длина дальше вяжем получается вот набрали 38 воздушных петель цепочку дальше делаем накид и со второй петли от крючка мы вяжем полустолбики с накидом до конца цепочки у меня получилось 37 полустолбиков накидом то есть этой длины мне хватает для лямочки лямочки вяжем 2 и после того как связали пришиваем их крест-накрест так сейчас покажу давайте пришиваем за вот эту часть которая у нас оставалась полу петелька свобода за нее мы будем пришивать тоже это показывать не буду думаю ничего сложного в этом нет лямочки пришили теперь давайте мы с вами свяжем вот такие латочки я получается делаю всего две одну побольше одну поменьше давайте свяжем то что поменьше сначала я побольше просто расскажу вам на словах так набираем 5 воздушных петель 1 2 3 4 и 5 дальше со второй петли от крючка мы вяжем столбики без накидом нас получается 4 1 провязали 2 3 4 тела воздушную петлю вязание разворачиваем и теперь по второй стороне вяжем также 4 столбика 1 2 2 3 3 3 4 воздушная петля снова разворачиваем вязание также провязываем 4 столбика 1 2 3 3 и 4 это у нас с вами был третий ряд воздушная петля разворачиваемся и последний ряд из 4 столбиков провязываем первый столбик 2 3 3 и 4 теперь нам нужно с вами обвязать эту ладочку по краям и будем провязывать два столбика без накидом остальных всех частях по одному вяжем первый столбик 2 3 пришли на край получается вяжем 2 столбика края дальше по этой стороне 1 столбик 2 не снова мы пришли к другом краю здесь мы вяжем также 2 столбика в одну петлю на уголках так снова провязываем по третьей стороне 1 столбик 2 и в уголочек мы провязываем 2 столбика все теперь провязываем следующий столбик соединительный разворачиваем его на изнаночную сторону и вводим крючок в следующую петлю вытягиваем нашу оставшуюся петельку на изнаночную сторону соединительный столбик все обрезаем подлиньше ниточку я буду этой же самой нитью пришивать все получился вот такой небольшой квадратик эту ниточку можно коротенько обрезать на длинный пришьем пришиваю я за все стороны получается для начала я прошиваю все стороны и только потом как на вот этом я делаю такие два стежочкой на всех четырех странах то есть меня латочка полностью пришита и только после того как я ее пришила я делаю вот такие вот протяжки небрежные все латочки 2 1 мы связали 4 ряда по 4 столбика а вторую латочку я вяжу 6 рядов по 7 столбиков все обе пришиваю так и есть еще один элемент это пуговички я их просто сажу на клей здесь ничего не пришивается просто приклеивается сейчас сделаем латочки потом я покажу как вышить вот такие шнурочки хочу показать вам как пришиваю латочки так я уже тут начала в общем захватываю столбик на штанишках после я вожу снизу под петельку иголочку и вложу ее снова в соседнюю петельку тогда ее не видно шватку и снова захватываю на штанишках вот смотрите ввожу опять под ту петельку из которой вот выходила у меня ниточка последняя и дальше снова в соседнюю захватываю столбик на штанишках прямо можно его просто обхватывать все опять петельку вот где у нас была последняя петельку ввожу в последнюю петельку теперь в соседнюю и таким образом пришиваю все латочки в соседнюю Продолжение следует... 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 шляпку просто пришила видите пару стежочков 3 или 4 стежка я делала просто пришила ее голове все наши клоуны готовы такие штанишки получились угодно я очень надеюсь что вас получилось связать такого же клоуна надеюсь результат был для вас не очень сложно и принес вам удовольствие отмечайте готовые свои работы по моим мастер-классам инстаграме ссылочку на свой инстаграм я также оставлю под видео мне будет очень приятно и интересно к тому же посмотреть на то что у вас получилось всем спасибо за проведенное вместе со мной время за совместное вязание и до новых с вами встречи